В истории существуют разные примеры. В Древней Греции и в Древнем Риме все выдающиеся личности искусства, они были верующими людьми, то есть преклонялись перед языческими богами, и на основе этого они создавали свое великое искусство. Ну и взять XIX век, русскую литературу, тоже таких писателей, как Достоевский, который был верующим человеком. Лев Толстой, вот Чехов, который многие годы был, посещал монастыри и там находился. Но, значит, с развитием, как говорится, цивилизации некоторые деятели искусства, они как бы от религии в некотором роде отошли. Они перестали писать сюжеты на религиозные темы. И после, так сказать, революции и в преддверии ее художники и писатели новых направлений, а для них были уже как бы другие ценности, нерелигиозные. Но вот если взять пример Ван Гога, который был в свое время священником, а потом стал художником и служил, то на него, конечно, это на его творчество наложило большой отпечаток. То есть примеры бывают совершенно разные, и, конечно, это влияет на творчество художника. Вообще, по моему понятию, конечно, должен. И не должен делать из своего творчества каких-то особых секретов по своим технологиям. Например, Казимир Малевич очень занимался со своими учениками. У него учился и мой отец, также и Филонов был. Очень много внимания уделял своим ученикам и считал, что это необходимо. А другие художники, как, например, Кандинский, Марк Шагал, Пикассо, Сальвадор Дали, они не хотели иметь никаких учеников. То есть они как бы даже были против того, чтобы кто-то шел по их пути. А если кто-то посторонний шел, то они все равно это даже рассматривали как подражание своему творчеству. Но вот у Репина тоже был интересный пример. Он же преподавал в Академию художеств в Петербурге. И были у него ученики, тоже выдающиеся художники. Но он, когда подходил к своему студенту, академисту, то он не мог даже толком сказать, что нужно сделать, что нужно исправить в рисунке. Он подходил и углям, значит, или карандашом исправлял того рисунок и говорил, вот так вот надо, вот так вот. Он не вдавался в подробности, у него не было вот такого как бы педагогического дара, чтобы доходчиво, так сказать, объяснить. Он объяснял как бы на собственном примере. Но это тоже вот своего рода студия. Исторические примеры говорят, что да, у художника за его жизнь должно быть около тысяч картин. У Ван Гога было около 800, у Айвазовского было 3000, но, значит, там еще принимали участие его ученики. Конечно, это не показатель творчества вершины, потому что у Сурикова было всего 7 картин больших за всю его жизнь написано. Но в современных условиях, конечно, это должно где-то подходить живописных работ к тысяче. И около этого и больше сделано художником, чтобы было графики. Тогда с его, как говорится, творческим наследием можно работать. Потому что сейчас немножко иное время, поэтому вот судят в некотором роде больше по количеству, чем по качеству. Я вообще считаю, что у каждого мужчины должны быть политические взгляды. И нужно, безусловно, интересоваться политикой. Хотя мы не всегда, далеко не всегда понимаем, что на самом деле происходит в политике. Были такие, конечно, примеры тоже опять в истории искусства, когда выдающиеся деятели занимались политикой наряду со своим творчеством. Например, Виктор Гюго очень много уделял внимания политике. Хотя у него это было отражено и в художественных произведениях, но он потом, значит, занимался тоже специальными статьями. Ну, также и Стендаль. Ну, и, безусловно, русские художники и русские поэты, особенно начала XX века, да и в XIX веке, если взять бесов Достоевского, то политика, конечно, должна быть, безусловно, неотъемлемой частью души человека, потому что она не может оставлять Творца, как говорится, равнодушным к окружающей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok